Они говорят, русских никто и никогда не сможет победить. Эта самонадеянная мантра стала символом России на протяжении веков. Мы разбили каждого, кто встал против нас. Эти фразы звучат среди русских давно и с таким постоянством, что многим кажется абсолютной стопроцентной правдой. Пропаганда, как метроном, отсчитывает шаги империи. Каждый шаг вперед – это, конечно же, триумф. А каждый шаг назад – это героический подвиг. Так воспитывались целые поколения, впитывая этот миф с молоком матери. Он лежал в основе всех режимов – от царизма до Советского Союза и путинской автократии. Этот миф создавался и шлифовался веками, чтобы скрыть реальные поражения и представить Россию как силу, с которой якобы невозможно справиться. Пропаганда так настойчиво насаждала эту легенду, что она начала жить своей жизнью и за пределами России. Сегодня даже на Западе среди мировых политиков находятся те, кто невольно или осознанно поддерживает этот нарратив. Вот, к примеру, Трамп в интервью Fox News рассказывал, «Мне позвонил президент Зеленский, и мы хорошо поговорили. Я сказал, что надо покончить с этой войной. Перед вами военная машина. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Детский сад – вторая четверть. Ей-богу! Трамп явно прогуливал лекции по истории и стал жертвой пропаганды. Но давайте посмотрим на историю без пелены имперских мифов. Как только Россия сталкивалась с решительным сопротивлением или врагом, превосходящим ее технологически, от победного ореола не оставалось и следа. Провал Крымской войны, который пропаганда назвала героической обороной Севастополя. Разгром от Японии, приблизивший кончину Российской империи. Фиаско в Афганистане, ставшее предвестником развала СССР. Это лишь отдельные, небольшие эпизоды, которые не просто затерялись на периферии памяти, их в России намеренно искажают, меняя фокус внимания или попросту замалчивают. Почему же миф о непобедимой России так упорен? Или, я бы сказал, упорот? Потому что Россия строила свою идентичность на своих якобы стопроцентных победах и силе. А отбросить эту иллюзию значит признать не только военные, но и моральные провалы. Но что еще хуже, этот миф оказывается удобным не только для самой России, но и для тех, кто предпочитает видеть в ней непобедимого колосса, которого лучше не злить. И таких людей, плохо знакомых с историей, к сожалению, все еще очень много. И особенно опасно, что таких жертв пропаганды достаточно и за границами России. Почему опасно, вы прекрасно понимаете, правда? Сколько еще раз мир будет смотреть на кровавые авантюры Кремля сквозь призму этих лживых мифов? Сколько еще поколений россиян будут подниматься на войну под фальшивые лозунги о несокрушимости? Если Россия действительно была бы непобедимой, зачем так упорно выстраивать иллюзию о победах? Настоящая сила не нуждается в оправданиях, а уверенность в собственной непобедимости не требует пропагандистских уловок. Сегодня мы разберем, как этот миф не только создавался, но и культивировался московской властью от царей до нынешних правителей. И главное, что произойдет, если этот нарратив, поддерживаемый столетиями, наконец рухнет? Почему для Кремля разоблачение этого мифа опаснее, чем санкции, протесты и даже военные поражения? Ответы на эти вопросы не только раскроют истоки российской политики, но и покажут, как миф о непобедимости обрекает Россию на упадок и новые катастрофы. Смотрите далее. Будет интересно. Но в начале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и BuyMeCoffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Поражение Московского царства и Российской империи Россия с самого начала своего пути от Московского царства до имперских амбиций стремилась выглядеть несокрушимой. Но надежды и амбиции регулярно разбивались о суровую реальность. Каждое поражение оборачивалось не уроком для армии или царей, а источником вдохновения для новой пропагандистской кампании. Провалы тщательно переупаковывались в мифы о подвигах и даже самые катастрофические фиаско превращались в героические страницы истории. За примерами, как говорится, далеко ходить не надо. Вот несколько ключевых. Битва под Оршей. 1514 год. Московское царство, еще не избавившееся от ордынских привычек, решило покорить западные земли и столкнулось с объединенными силами Литвы и Польши. Итог – полное поражение московитов под руководством литовского гетмана Константина Острожского. Отступление и привычные оправдания о коварстве врагов. В российских летописях литовцы выставлены подлыми противниками, хотя на деле были просто более умными и искусными. Московско-шведская война. 1610-1617 годы. Во время смуты Швеция воспользовалась хаосом в России, захватив Новгород и другие ключевые территории на севере. Столбовский мир лишил Москву выхода к Балтике и резко сократил ее влияние. Официально поражение объясняли внутренними смутами, но в реальности Швеция наглядно продемонстрировала России ее неподготовленность к балтийским амбициям. Битва при Нарве. 1700 год. Петр I, мечтая вернуть выход к Балтике, осадил Нарву, надеясь на легкую победу. Но шведский король Карл XII ударил в разгар снежной бури. Российская армия была разбита, а Петр был вынужден спасаться бегством. Историки позже объясняли поражение не слабостью войска и командования, а коварством природы. В Европе русскую армию перестали воспринимать как серьезную силу, а Карл XII получил славу великого полководца. Прутский поход. 1711 год. Прутский поход 1711 года, задуманный Петром I как решающий удар по Османской империи, обернулся для России унижением. Попав в окружение на берегу речки Прут, русская армия оказалась на грани разгрома. Петр вынужден был согласиться на мирные условия османов, отказавшись от Азова и упустив контроль над Балканами. В российской историографии этот эпизод приукрашался, но реальность была неумолима. Грандиозные амбиции царя показали свою хрупкость перед лицом реальных вызовов. Аустерлиц. 1805 год. Битва при Аустерлице или битва трех императоров стала горьким уроком для России и ее союзников. Под предводительством Александра I русско-австрийская армия двинулась остановить Наполеона, но встретила не победный триумф, а полное унижение. Ловкий маневр Наполеона разорвал ряды союзников, и их численное превосходство развеялось быстрее, чем военные планы на победу. Это поражение похоронило амбиции России на лидерство в Европе и показало, что героизм на бумаге и парадные ряды редко выдерживают столкновения с реальностью, особенно если реальностью командует Наполеон. Аустерлиц и его последствия создали глубоко личный подтекст, который повлиял на дальнейшие взаимоотношения Александра I и Наполеона, приведя в итоге к войне 1812 года, когда русский император, по сути, спровоцировал конфликт, сделав войну неизбежной. Поэтому миф о якобы стремлении Наполеона покорить Россию занимает одно из первых мест, следом за победобесием, в хит-параде российских исторических манипуляций. На нашем канале подробно разобран миф о нашествии Наполеона на Россию. Обязательно посмотрите. Ссылка на это видео в подсказке, описании и первом комментарии. Крымская война. 1853-1856 годы. Крымская война стала болезненным ударом по амбициям России, стремившейся к контролю над Османскими проливами и выходу в Средиземное море. Война закончилась осадой Севастополя и вынужденным затоплением Черноморского флота, чтобы он не достался врагу, а также чтобы враг не смог зайти в бухту. Парижский мирный договор закрепил поражение, запретив России держать флот на Черном море и подорвав ее статус великой державы. Однако в российской историографии это поражение обернулось мифом о героической обороне Севастополя. В войне за контроль над Манчжурией, Кореей и Желтым морем Россия столкнулась с Японией, считая ее слабым противником. Но после разгрома флота Уцусимы поняла, что недооценила врага. В историографии вина возложена на коварных японцев, напавших внезапно. Это поражение подорвало доверие к царскому режиму и предшествовало революционным событиям как 905, так и 917 годов. Эти поражения не просто эпизоды, а ключевые моменты формирования российской политической культуры. Вместо того, чтобы признавать слабости и исправлять ошибки, власть предпочитала создавать мифы о героизме и выдуманных победах. Так родилась традиция, по которой любая потеря была лишь подготовкой к будущей победе, а каждый провал – бесценным уроком. В результате Россия не только не научилась проигрывать с достоинством, но и превратила поражение в фундамент своей идентичности. Если вечно оправдываться и искать виновных, то настоящую победу можно так и не дождаться. Поражение Советского Союза Советский Союз, подобно царской России, считал себя тоже непобедимым, но реальность настойчиво доказывала обратное. Каждая новая война не столько укрепляла репутацию сверхдержавы, сколько выявляла ее слабости. Впрочем, пропаганда неизменно находила оправдания. Ошибки превращались в ценные уроки, а поражение – в необходимые жертвы на пути к победе. Давайте разберем ключевые провалы Советской России и Советского Союза, которые не вписываются в миф о его несокрушимости. Когда Красная Армия ворвалась в Польшу, ее командиры мечтали разжечь революцию по всей Европе, но столкнулись с жестким сопротивлением. Под Варшавой в 1920 году поляки нанесли советским войскам сокрушительный удар, использовав тактику внезапного обходного маневра. Победоносные большевистские колонны внезапно превратились в дезорганизованную толпу, убегающую на восток. А ведь Ленин так верил в подготовленность польского пролетариата к революции извне. Это было фиаско стратегического масштаба. Мечта о мировой революции была похоронена на берегах Вислы. И Советскому Союзу пришлось смириться с тем, что экспортировать идеологию получится не скоро. Конечно, в официальной истории все списали на тактическую перегруппировку, а в Москве уверяли, что революционный пожар вот-вот вспыхнет снова. Зимняя война 1939-1940 годы Вторжение в Финляндию должно было стать быстрой и легкой кампанией. Сталин рассчитывал захватить маленькую страну за пару недель. Но все пошло не по плану. Финны сражались умело и решительно, используя свою территорию и суровый климат против советской армии. Красная армия увязла в снегах Карелии, теряя тысячи солдат в бессмысленных атаках на укрепленные линии. Потери были ужасающими. Почти 127 тысяч убитых и бесчисленные брошенные танки. Финны выстояли и сохранили свое государство. Итогом войны стал небольшой территориальный выигрыш, но цена оказалась непомерно высокой. Пропаганда, конечно же, объявила войну победной и даже назвала ее необходимой для укрепления обороны на северных рубежах. Но исключение СССР из Лиги наций и репутационный удар показали, что война была очевидным позором. Кремль предпочел забыть про эту кампанию, но уроки финского сопротивления в 2022 году стали неожиданно актуальными. Афганская война 1979-1989 годы Афганская кампания начиналась как стремительная операция. Кремль рассчитывал установить контроль над Кабулом и быстро подавить сопротивление. Но вместо этого афганские маджахеды превратили горные тропы в смертельные ловушки для советских солдат. США активно вооружали сопротивление ракетами «Стингер», которые уничтожали советские вертолеты и самолеты. Советские колонны превращались в мишени для партизанских атак, а победы были только на бумаге. К концу войны страна устала от цинковых гробов, которые возвращались домой с телами погибших. Груз-200 стал символом бессмысленной жертвы. Пропаганда утверждала, что война была интернациональным долгом, но к 1989 году даже руководство понимало, что операция завершилась полным провалом. Войска ушли из Афганистана, оставив за собой хаос и разрушение. Этот конфликт не только ускорил распад СССР, но и стал наглядным примером того, как империя гибнет, увязнув в чужой земле, которую не понимает и не контролирует. Эти войны стали болезненными ударами по мифу о непобедимости Советского Союза. Кремль на каждом этапе отказывался признавать ошибки, предпочитая придумывать новые оправдания. Фиаско в Польше разрушило мечты о мировой революции. Провал в Финляндии показал пределы военной мощи, а Афганистан стал предвестником конца империи. Вместо того, чтобы сделать выводы, власть каждый раз пыталась замаскировать поражение за пропагандистской риторикой. Но, как показывает история, бесконечно проигрывать и называть это победой невозможно. В конце концов, реальность всегда берет свое. Современные поражения России После распада СССР Россия продолжила искать утешение в старых мифах о величии и непобедимости. Вместо переосмысления прошлого поражения оборачиваются героическими эпосами. Идея собственной непогрешимости стала не просто инструментом пропаганды, а фундаментом, на котором строилась идентичность режима. Войны продолжались, и хотя их результат был далек от триумфа, Кремль неизменно находил оправдания, превращая провалы в тактические успехи. Но реальность в этих войнах неизменно показывала, что системные проблемы и стратегическая некомпетентность никуда не исчезли. Кремль решил, что независимость Чечни – вызов, который нужно подавить быстро и без шума. Но вместо триумфа российская армия оказалась в кошмаре городских боев в Грозном. Чеченцы превратили разрушенные улицы в непробиваемые бастионы, а российская армия, плохо подготовленная и разрозненная, оказалась беспомощной. Удары из засады и ночные рейды обескровили войска, вынудив их к хаотичному отступлению. Перемирие в Хасавюрте, положившее конец Первой Чеченской войне, стало откровенным признанием поражения. Но в официальной версии конфликт подали как паузу для перегруппировки. Кремль утверждал, что это лишь временное отступление и вскоре начал готовиться к новому вторжению. Разумеется, ответственность за провал возложили не на генералов и политиков, а на трудные условия и нелояльное население. В этом поражении не было ни чести, ни славы, только страх перед новой Чечнёй, которую пришлось покорять второй раз. Грузия, 2008 год Грузинская война продемонстрировала противоречивый результат для России. Тактическая победа, а фактически – стратегическое поражение с глубокими репутационными потерями. Несмотря на быстрое военное преимущество, конфликт выявил серьезные проблемы. От неэффективного командования и устаревшей техники до общей неорганизованности армии. Ожидалось, что операция укрепит влияние России в регионе, но вместо этого она подорвала ее репутацию на мировой арене. России не удалось взять Грузию под контроль. Спустя более 16 лет после так называемой победы над Грузией, Москва все еще пытается вернуть страну в свою сферу влияния. Война с Грузией дорого обошлась Кремлю. Военные проблемы стали очевидны. Союзники получили подтверждение уязвимости российской армии, а Запад усилил поддержку Грузии. Украина. С 2014 года. Когда в 2014 году Россия вторглась в Крым и на Донбасс, Кремль явно верил в неустойчивость Украины. Казалось, что украинская армия, хаотичная и неподготовленная, быстро уступит давлению, а Россия утвердит свое влияние. Но вместо ожидаемого краха Украина удивила всех, укрепила оборону и вытеснила российские силы с большей части Донбасса. Для Москвы это было неудобным фактом, поэтому россиян убедили, что все идет по плану. В 2022 году российское руководство решило поставить финальную точку, ожидая, что Киев падет в считанные дни. Война по сценарию Москвы должна была завершиться эффектным походом на Киев. Но вместо обещанного триумфа российская армия столкнулась с упорным сопротивлением, и свои победные отступления Москва начала заменять риторикой о перегруппировках и жестах доброй воли. Теперь война, которую обещали завершить быстро, перешла уже и на территорию самой России. В итоге говорить о победе здесь не приходится. Украина не просто выстояла под мощным давлением, но и сохранила свою государственность, показав всему миру готовность ее отстаивать. Основные цели России – подчинение и дестабилизация соседней страны оказались недостижимыми. Вместо быстрого триумфа Кремль получил затяжной конфликт, который вскрыл слабости системы и развеял миф о непобедимости. Это не просто стратегический провал, это крах попыток подтвердить амбиции без реальных на то причин. Эти войны стали символами иллюзий Кремля. Старые методы не работают, а враги не боятся прежних угроз. Но вместо уроков и выводов Россия по-прежнему цепляется за миф о непобедимости, который трещит по швам. Что произойдет, когда миф окончательно рухнет? Сможет ли режим пережить крах этой иллюзии? Или же осознание поражений станет последним ударом по его устоям? Ведь разоблачение мифа о непобедимости – это не просто удар по амбициям. Это удар по самой идее России как государства, построенного на культуре лжи и военного величия. Миф о непобедимости – основа российской власти, без которой ее идеологический каркас развалится. Веками этот миф подменял реальность. Каждое поражение выставлялось как временное испытание, а каждая ошибка – как героический подвиг. Но как падают мифы, если они питаются иллюзиями? Единственный способ – развеять их военным поражением. Когда Россия столкнется с противником, которому не сможет противопоставить свою силу, миф о непобедимости рухнет. И для Кремля это станет катастрофой. Армия, так долго воспеваемая пропагандой, продемонстрирует свою реальную, а не иллюзорную силу. И здесь уже не сработают привычные перегруппировки и тактические отступления. При настоящем поражении отговорки не удержат реальность под контролем. С крахом на поле боя рухнет и структура мифа. Люди увидят, что великие жертвы и потери приносились лишь ради пустых амбиций. Падение мифа о непобедимости произойдет, когда привычные объяснения больше не смогут оправдать очевидные провалы. А сам миф начнет обнажать слабости, а не прикрывать их. В этот момент иллюзия вечной победы станет абузой, лишенной поддержки как внутри страны, так и за ее пределами. И если реальность укажет на слабости настолько явно, что их будет невозможно игнорировать, этот миф рухнет вместе с тем, что столетиями держало его на плаву, как случается с любой силой, столкнувшейся с поражением. С военным поражением. И Россию ждет именно это. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok